В мире, одержимом внедорожниками, Ниссан настаивает, что все еще есть место для настоящего семейного автомобиля, а следовательно для Серена шестого поколения. Название, появившееся в начале 1990-х годов, продолжает использоваться для более современного минивена с новейшими технологиями и еще более просторным салоном, который может вместить 8 человек. В форме кирпича на колесах, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство, Серена 2023 имеет переднюю современную панель с фарами, которые сливаются с большой решеткой радиатора. Компания Ниссан заявляет, что установила самое широкое лобовое стекло в сегменте, чтобы улучшить видимость наружу и еще более улучшенные массивные боковые окна. Раздвижная дверь со стороны пассажира имеет функцию автоматического открывания без использования рук, тогда как все освещения используют светодиоды. Габариты Ниссан Серена 2023, длина 4695 мм, ширина 1715 мм, высота 1870 мм, колесная база 2870 мм. Перед продолжением, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее видео и поставить лайк, нам очень важна ваша оценка. В салоне появился руль от Ниссан Кашкай 2022, а на передней панели установлены два больших дисплея, виртуальный щиток приборов и тачскрин мультимедиа. Часть кнопок сделали сенсорными. Родители с большим количеством детей будут рады увидеть водоотталкивающую обивку сидений, а также множество USB-портов и Wi-Fi, чтобы наслаждаться портативными мультимедийными устройствами, чтобы занять их во время продолжительных поездок. Все пассажиры имеют контроль кондиционирования воздуха, а также функцию предварительного охлаждения салона. Как и прежде, базовая версия является восьмиместной, а более дорогая – семиместной. Также предложен специальный вариант с местом для инвалидной коляски и выдвижным пандусом. Среди опций появились проекция на лобовое стекло, система полуавтономного вождения и сенсорное открытие двери багажника. Бензиновая версия оснащена атмосферным двухлитровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом 200 ньютон-метров, который предлагается с полным приводом и вариатором. Также есть гибридная модель и Power. Привод только передний с новым и, как утверждает Nissan, более тихим 1,4-литровым мотором мощностью 98 лошадиных сил и 123 ньютон-метров крутящего момента. В сочетании с электродвигателем суммарная мощность составляет 163 лошадей при 315 ньютон-метров крутящего момента. Важной функцией является ProPilot 2, позволяющий ездить без использования рук по одной полосе на шоссе со скоростью 40 км в час и выше для высочайшего уровня комплектации Luxon C-Power. Флагман также получил ProPilot Park. Впервые на модели Nissan регистрирует и распознает линии парковочных мест. Цена начинается около 20 000 долларов за базовую бензиновую модель и растет до 34 700 долларов за e-Power Luxon. Первой в продаже поступит Serena с обычным двигателем нынешней зимой, а гибрид появится весной 2023 года. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь, ставьте лайки, это лучшая благодарность от вас. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok